Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать to the moon. Джон Макафи предсказал рост альткоинов. Джон Макафи заявил в своем твиттере, что настоящими победителями ралли в итоге станут альткоины, которые будут на вершине пирамиды и станут теми, кто нанесет основной удар по криптозиме, оморочивший рынок в прошлом году. В частности, криптоэнтузиаст отметил три монеты – Tezos, Apple Currency и Duck.com Token. «Биткоин набирает обороты, но настоящими победителями скоро будут альткоины, которые десятикратно и больше превзойдут биткоин. На вершине этой кучи будут самые избитые на медвежьем рынке – это Doc Academic, Apple, XTZ и так далее. Именно здесь нужно зарабатывать реальные деньги. Наполняйте свои сумки, ребята», – заявил он. По сообщению издания Coinspot, монета Tezos занимает 25-е место в рейтинге криптовалют. После достижения 8-месячного максимума в мае 2019 года, когда цена XTZ составляла 1,79$, монета значительно снизилась в цене. Когда совокупная рыночная капитализация криптовалют превысила 350 миллиардов долларов, а биткоин преодолел несколько уровней сопротивления и стал пятизначным, монета XTZ снизилась на 38,54%. Apple Currency, APL и Doc.com Token в настоящее время находятся на 170 и 470 местах соответственно. С начала года криптовалюта APL выросла на 177%, но торгуется ниже своего мартовского максимума, в то время как Doc.com Token постоянно снижается с августа 2018 года. Напомним, что ближайший халвинг биткоинов состоится 21 мая 2020 года. После двух предыдущих халвингов ралли биткоинов происходили примерно год спустя. После первого халвинга в 2012 году биткоин достиг рекордного максимума в 1000 долларов к ноябрю 2013 года. После того, как в 2016 году также произошел халвинг, биткоин снова взлетел и достиг своего рекордного максимума в 20 089 долларов 18 декабря 2017 года, после чего произошло снижение его цены. Однако, с февраля 2019 года биткоин начал медленно расти, так же, как и количество его транзакций. По информации ForkLock, на этой неделе цена биткоина успела достичь отметки в 13 888 долларов и скорректироваться до 11 200. Волатильность достигла 17-месячного максимума. В последний раз столь огромный размах колебаний цены наблюдался еще в январе 2018 года. Даже несмотря на недавнее резкое снижение, в течение второго квартала BTC вырос на 183%. Это лучший показатель динамики роста с 2017 года. Редакция CryptoDealers считает закономерным снижение до психологического уровня в 10 000 долларов или даже на 10-15% ниже этой отметки. Пишите в комментариях, по какой цене вы рекомендуете продавать биткоин и когда стоит обратить внимание на альткоины.